Приветствую вас мои боевые булочки и суровые бродяги, а также все те, кто не любит, чтобы их так называли. Новички регулярно спрашивают, какая лучше сборка или какие пушки сейчас в мете. Вопросы актуальны и интересуют многих, но есть куда более актуальный вопрос для совсем новичков, которые условно прошли сюжетную линию, увидели крафт, цены на снаряжение и задумались. А как мне сейчас со своим снаряжением зарабатывать валюту в игре? Каждый из нас рано или поздно приходит к тому, что надо улучшить сборку артефактами, купить снаряжение на аукционе или банально затариться дорогими бафами. Даже в бартере помимо ресурсов вам понадобится круглая сумма, и если мастерам ответ на этот вопрос уже известен, то с новичками и ветеранами все не так однозначно. Сегодня в видео мы разберем разные способы заработка валюты в Сталкрафте, выявим плюсы и минусы каждого из них, постараемся понять, какой из них наиболее эффективный и подходит именно вам. Ну и от себя я также добавлю несколько советов. Если ты только загорелся желанием попробовать для себя Сталкрафт, или уже опытный игрок, но создаешь твеночка, пройти регистрацию ты можешь по моей ссылке в описании, тогда на старте тебя будут ждать вкусные бонусы в виде начального набора снаряжения, а также респект и уважение от фракции наемников. Вперед! Перас Перадастра! Или... Авадокедавра? В общем, мы, пожалуй, начнем. Способ первый. А начнем мы, пожалуй, с самого банального. Грин спотов. Проще говоря, зачистка стоянок фракций, их баз, а также мутантов. Самое ПВЕшное ПВЕ. Сюда также можно отнести закрытие аномальных разломов и протоэлектр. За зачистку этих событий вам будет выпадать различный мусор, ПДА, дорогие дешевые сигареты и прочие предметы, не использующиеся в крафтах, но которые можно выгодно продать скупщику. Мусора на продажу больше всего падает на севере, а именно на кузне и шахтах, где его и стоит фармить. Придя на кузню, вам будет необходимо найти один из золотых спотов, или же опорных пунктов враждебных фракций. Исключением является центральный опорный пункт. Выбрать опорный пункт стоит поближе к переходу на домашнюю локацию. Сам фарм же заключается в зачистке появляющихся друг за другом стоянок и занятых зданий NPC. При этом, обязательно не трогайте сам золотой спот, что позволит вам фармить споты практически беспрерывно. Из того, что стоит отметить, вам будет необходимо запастись парой артефактов на переносимый вес, или же рюкзаком. Большая часть мусора нехило вас нагрузит, а падает его отнюдь немало, из чего вытекает первый совет. Если у вас немного переносимого веса, выделите для себя самое ценное, исходя из соотношения цена-вес, и не берите лишнего. Если проблем с весом нет, просто берите самое дорогое. Совет второй. Заранее закупите достаточно расходников, желательно в подсумках. Аптечки и патроны улетают безумно быстро, и нужно заранее о них позаботиться, чтобы не закончить фарм, только к нему приступив. Главным минусом здесь вполне очевидно являются игроки враждебных фракций – ПК-шеры. Из-за большого количества дропа спрятать его в схрон не представляется возможным, поэтому все придется носить с собой. Из чего мы делаем вывод? Вам лучше обзавестись напарником, а то и двумя. Дропа хватит на всех, ведь лучше вынести и поделить его на двоих, чем быть убитым на выносе после часа фарма свободовским доходягой на переходе. Второе. Тайники. В моих видео я уже поднимал тему тайников, и на мой взгляд этот способ сильно превосходит первый. Объясняю почему и покажу на примере наемников. Вот количество тайников на шахтах. Да, их тут просто тьма. По причине близости к вашей домашней локации врагов тут будет немного, а то и не будет вовсе. Помешать могут разве что единичные свободовцы, выполняющие свои дейлики, но в основном вы будете видеть только союзников. Иногда, кстати, союзников-конкурентов. Первый раз вам придется потратить время на изучение расположения тайников. Открываем карту, видим тайники и ищем их. Для удобства в дальнейшем на своей карте вы можете поставить метки и подписать, где именно находятся точки. Поверьте, через пару-тройку таких пробежек вы доведете поиск до автоматизма, и метки вам уже не понадобятся. Касательно содержимого тайников. В основном это бартер и ресурсы для убежища. Зарабатывать будем с передаваемого бартера, а именно блоков гамма и беты, квантовых генераторов и так далее. С маленьким шансом может выпасть объект для убежища. В этом случае вы сорвете куш, ведь цена таких предметов может доходить до 3 миллионов. Также стоит лутать ящики и сейфы вблизи тайников. С них тоже порой падают дорогие вещи. И именно при данном способе фарма вам стоит брать с собой схроны, ведь дорогие вещи можно скидывать именно в них, не переживая за их потерю. Единственное, что можно выделить из минусов, вероятность ничего не получить после забега по тайникам, в случае если удача от вас отвернется. Но я бы не сказал, что со мной такое случалось часто. И в конце концов, чай с лимоном это тоже вкусно. Способ третий. Мякоть. Я решил выделить этот вид фарма в отдельный способ, из-за своей специфики. Первое, о чем стоит сказать, что мякоть имеет срок годности и исчезает ровно в полночь по московскому времени. То есть продавать ее стоит сразу или в течение дня. Второе, о чем стоит поговорить, где именно ее искать. Я бы рекомендовал боковые локации и по двум причинам. Во-первых, мякоти тут банально больше в сравнении с тем же лабиринтом, а сервера с низким онлайном тут не исключение. Напротив, скорее обыденность. Затон мы не рассматриваем по причине высокой конкуренции среди разных фракций. Безопасность для нас является далеко не последним фактором. Во-вторых, на боковых локациях, обобрав весь север, вы можете очень быстро свапнуть сервер и продолжить фарм. В то время, как в случае с лабиринтом, придется сначала покинуть локацию через пузырь и заспавниться на домашний и опять бежать до пузыря. Из-за огромного плюса также можно выделить, что всю мякоть можно сбросить в схрон, ведь весит она мало, а стакается по 50. Красота! Продавать лучше всего на серверах в Дискорде. Не ведитесь на низкие цены перекупов. Всегда найдутся люди, которые скупят у вас по достойной рыночной цене. Также крафтеры или крафтеры ищут постоянных поставщиков, которыми можете стать и вы. Из минусов конкретно этого способа, то, что мякоть растет только в зонах заражений. Без научной брони побегать не выйдет. Способ 4. ПК. Убийство других игроков с целью наживы. Скажу сразу, что способ подойдет не всем. Сначала стоит примерно прикинуть тропки врагов, по которым они фармят и выносят. ПКшить можно на любых локациях, но лучше всего подойдут кузни, черный объезд и отражения. Также необходимы определенные навыки в ПВП и хитрость ума, дабы стабильно перестреливать своих врагов, а не выступать в роли части их фарма. Плюс, несомненно, в том, что заниматься этим можно когда угодно. Но прибыльнее всего, выходить ПКшить будет после выброса, в момент поиска артефактов от хантерами. Из минусов, прибыль очень сильно зависит от вероятности, можно весь вечер пробегать и никого не встретить, а можно и за 10 минут стать миллионером. Как было сказано выше, очень многое зависит от вас и вашего скилла. Любая ошибка может стоить вам потери всего найденного, ну или отобранного. Могу посоветовать разве что использовать лучшие бафы и гранаты, некоторые из которых могут сыграть решающую роль в схватке. Скажу честно, такой тип геймплея мне не близок, но скорее потому, что все, чего я желал, я добился иными путями. Однако совру, если скажу, что не понимаю рвения и желания горячих молодых бондитов урвать свой лучший кусок и пройтись по головам. В зоне у каждого свой путь, просто помните одно, на каждого найдется рыба покрупнее. Стоит упомянуть и пятый способ. Фарм батл пасса. Если вы не против вкинуть в игру денежку, или купить БП на аукционе, заработав с помощью способа выше. Заработок с него колоссален, а фармиться он несложно. Даже после полного прохождения батл пасса, у вас будут повторяющиеся награды каждые 5 лвлов, в виде валюты сезона, передаваемых батарей, а также передаваемых и персональных ящиков сезона, которые можно продавать сразу, или заморозить с целью дальнейшей перепродажи в будущем, после роста цен на них. Да и к тому же, попутно к фарму батл пасса подключается обычный гринд, и получается двойная выгода. А во время активной стадии ивента, фарм становится веселее и проще. Настоятельно рекомендую купить пропуск, он очень быстро окупится, даже не считая персональных наград, которых, к слову, тоже достаточно, чего только стоят сыворотки изменений и эссенции сброса, а также чуть ли не лучшее ветеранское и мастерское снаряжение. Казалось бы, я призываю донатить, а значит я агент Эксбо и брат Зива. Ну, нет, повторюсь. Купить его можно за внутриигровую валюту, нафармив ее способами выше. А включил я это потому, что это, блин, объективно. Фарм батл пасса, имея возможность совмещать с остальными, пожалуй, лучшее решение. Дорогой зритель, хочу напомнить тебе, что лишь благодаря небезразличным подписчикам существует наш канал. Если ты тоже имеешь возможность или желание поддержать нас, сделать это ты можешь, подписавшись на наш бустик. Туда мы выкладываем уникальный контент, различные рубрики, гайды по эффективному фарму валюты и многое другое. Спасибо вам за вашу поддержку. Вот видео и подошло к концу. Надеюсь, было полезно. Если вы зарабатывали лишь одним из вышеперечисленных способов, то обязательно попробуйте другие, хотя бы для разнообразия. Кто знает, может быть для вас что-то окажется более эффективным и прибыльным. Никогда не стойте на месте и старайтесь развиваться. Подмечайте для себя фишки и создавайте свой индивидуальный стиль игры. Если видео вам понравилось, пожалуйста, подпишитесь. Ну а на этом у меня сегодня все. До встречи на просторах Зоны Бродяги. Зоны Бродяги. Зоны Бродяги. Зоны Бродяги. Зоны Бродяги. Радиоактивный пепел. Радиоактивный пепел.